Привет всем, друзья! Сегодня я покажу вам, что же мы вчера купили на ярмарке. Какие такие необычные товары. Я, конечно, себя сдерживала, как могла. Много мы не накупили, но с пустыми руками, как вы сами понимаете, оттуда уйти сложно. Так, смотрите, кофе. Конечно же, я его купила. Это кофе здесь Robusta. Видно? Robusta и арабика 50 на 50. А арабики чистой не было, только была чистая Robusta, либо же вот такой вот микс. Вот такой вот кофе. Да, меня еще цены просили называть. Смотрите, 320 рупий. 320 рупий, друзья, полкилограмма. Представляете? Вы где-то сможете купить полкилограмма кофе за 320 рупий. Не пробовала, еще не пробовала, потому что только недавно купила полкилограмма вот такого кофе-микс. С цикорием, как я показывала, делала короткое видео, только вы видели, я только пачку открыла. Поэтому я не буду открывать. Я уже когда попробую, тогда я вам расскажу. Да, кстати, вот этот кофе весь, вы видели, да, там показывали зеленый кофе, зерный, я такая с видом. Как будто я очень сильно разбираюсь. Почему я его попросила арабику показать? Потому что я когда-то интересовалась, как отличить арабику от Robusta. Арабика, она получается немножко зернышки покруглее. И вот эта вот полосочка, которая вот в кофейном зернышке посерединке, она как будто бы немножко изогнутая, не такая прямая. Ну, если честно, они мне показались одинаковыми. Я ничего не поняла в этом кофе. И весь этот кофе, это все выращено на плантациях в Южной Индии. Вот то, что все он, сорта эти все, то, что показывал, этого зеленого кофе, арабика, робуста, там как-то по номерам идет, видите, черри. И называются черри. Все равно голос посаженный, трудно говорить, не проходит. Вот. Так что это все местный кофе. Вот столько сортов растет. У дядечки того плантации свои, он рассказывал. И он на экспорт занимается этим, экспортирует кофе. Ухи у нас летают. Так, еще хотела показать, мед купили. Смотрите, какой интересный. Это, друзья, мед. Сейчас покажу. Вот, видите? Вот эти маленькие такие пчелки, дикие, маленькие-маленькие, они без жала, они не кусаются. И вот у них такой очень полезный мед. Знаете, сколько эта баночка стоит? 250 грамм, друзья, 630 рупий. Представляете? Ну, это очень полезный. Муж говорит, надо натощать каждое утро чайную ложечку этого меда. Муж захотел. Ну, я же не могу мужу не разрешить купить мед себе. Правильно? Такие-то пчелки. Такие-то пчелки. У нас где-то было короткое видео, я снимала про напитки. И там очень много этих пчелок было. Там этот сироп сахарный наливают в эти напитки. И там их очень много было. Я в видео объяснила, говорю, это не мухи, это пчелы. И все равно люди все. Прям на это видео, кстати, и пошло хорошо, потому что людям очень сильно хотелось написать, фу, мухи. Кстати, мухи тоже есть. И там есть, и у меня дома мухи тоже есть. У нас же жарко, друзья. У вас что, летом мух нет? У нас есть мухи. Никуда от них не деться. Вот у меня в квартире на шестом этаже тоже есть мухи. Между прочим, я один раз летела на самолете из Шарджи в Киев. И в салоне муха была, представляете? Безбилетник был в салоне такой. Самолета муха без визы, без ничего прилетела в Киев из Шарджи. Вот такие вот дела. Так, кофе я хотела показать, мед. А чармуш купил пипль. Мне писала Людмила, что зря мы джекфрут не купили. И знаете, Людмилу с канала Индия, которую вы не видели, она говорит, что она его сама умеет готовить. Надо будет у нее попросить рецепт. У нас тети не готовят пикль из джекфрута. Я его ни разу не пробовала. Но почему-то мы его не купили. Мы там купили по падам из джекфрута. И сладкое там кое-что муж купил. Но я уже сладкое не покажу, потому что мы его уже съели. Вчера просто так устала. Я вчера уже ничего не могла ни показать, ни снять. Захотел муж. Вот видите, из чего пикль. Вот такой вот пикль муж захотел. Видите, из кого. А я мясные, вот эти вот пикли, очары, мне не нравятся. У меня на данный момент любимый это чеснок. И у сына тоже он очень любит чеснок. А муж терпеть не может. Любимый у меня чеснок и овощные всякие. Недавно биттергорд покупала. Очень вкусный, понравился. И чисто имбирный. Имбирный этот пикль. Очень вкусный, очень ароматный тоже. Итак, эта баночка, друзья, стоит 298 рупий. 200-граммовая баночка. Видите, везде дают они визиточки свои. Потому что это все было создано с целью поделиться опытом, так сказать. Найти новых клиентов. Вот эти вот мелкие такие корпорации. Ну, там не только мелкие были. Там я и Double Horse видела. Это известный такой бренд. Он во всех магазинах продается. А это такие частные бывают, как даже небольшие кооперативы, где женщины, очень часто именно женские вот такие, собираются женщины, что-то готовят и продают. И это все вот в целях рекламы. Да, это в Тривандруме. В Тривандруме это все делают. Я уже попробовала. Видите, открыла уже. Я его из холодильника достала. Вкусный. Почему я не люблю, кстати, мясные вот эти очары и рыбные у нас. Креветки вот продают. Я говорила, в Украину, когда еду, я всегда папе из креветок нравится очар. Я ему покупаю. Мне не нравится, потому что здесь это как консерва для длительного хранения без холодильника. В принципе, задумано. И почему мне не нравится? Потому что здесь это мясо, курица, рыба из тунца, из креветки. Его очень сильно выжаривают. Зажаривают, что оно получается сухое. Мне это не нравится. Тем более, оно у меня долгое. Все равно не хранится. И сама я не делаю. Хотя в Украине делаю. Делала и для папы. И когда мы в Джекейшн там жили, он готовил. Кстати, всем очень нравится. Поэтому, если кто будет в Индии, то попробуйте. Моим больше всего, конечно, с креветок нравится все. Так, это пиколь. Это вот эти пападамы, которые я хотела купить цветные. И я не помню, сколько, по-моему, они сто руки стоят. Вкусные очень. Тоже здесь говорят, они натуральные. Они покрашены вот табуречковым соком, свекольным соком, морковным. Зелененькие, это шпинатиком покрашены. И в магазине такое тоже не продается. Это всегда на таких ярмарках. Только можно купить. А в магазине такого почему-то тоже нет. И вот купили мы пападам еще из джекфрута. Тоже не пробовала ни разу. Буду пробовать жарить сегодня. Сынок. Сынок заставит. Обычно его делают из гороха. Из гороха делают пападамы эти. И из тапиоки еще мы пробовали. Попробуем такое. Из него же делают муку. И в принципе эту муку можно добавлять везде. Как микс. Я когда-то покупала, пробовала тоже. Сколько? Это стоит 70 рупий. Вообще-то так дороговато, я вам скажу. За каких-то там пару пападамов. 70 рупий. Дороговато, дороговато. В принципе, вот и все, что мы купили. Хотя мне надо было и масло, и перец черный. Почему-то мы там... Ой, там столько народа так быстро все пролетели. И вот видите, везде эти буклеты дают. Визитки. Вот это оборудование для производства кокосового масла. Эти сушилки. Все это, все такое для бизнесмена. Ну, мы пока свой бизнес открывать не планируем пока. Но, если что, вдруг нам будущее пригодится. Так, еще у меня посылки с Амазоной. Я ждала себе курта. Сейчас я вам покажу. Пришла посылка моя. Но, каюсь, я ее уже открыла вечером. Ничего не мерила, даже не раскладывала. Просто открыла, посмотреть, что там. И здесь две джинза футболки. Оказывается, я ему заказала, друзья, не три футболки, а четыре. Забыла. Такие же, как и те, что я вам показывала. Простые катоновые футболки. Это какая-то за 800 рублей. Открою и покажу. Это он сам все себе выбирает. Смотрите, у сына уже размер уже больше, чем у меня. Так что могу в джим у него стрелять. Брать футболки, штаны спортивные. Потому что у меня все. Я дома надеваю, когда эту одежду. И у меня все получается с дизайном от кутюрье Игуан Иван. Потому что я его на руки беру, а он мне сразу дырочки своими когтиками делает. И руки вон поцарапал недавно. Ой. Прикинь штах ругался. И мои эти чередары. Это, друзья, я для дома покупала. Это не нарядные никакие. Не на выход. Это так для дома. Хотя можно и вот тут одевать, гулять. Когда пешком хожу, гуляю. Ну, конечно, в джинсах удобнее. В джинсах, в кроссовках. Вот под эти же кроссовки не наденешь. Можно было бы. Так. Вот такое. Я, друзья, можно мерить не буду. Я потом вам покажу, померю. Можно даже без штанов ходить. Смотрите. Вот такое. Оп. И смотрите, что здесь привязано. Я, когда заказывала, я этого не увидела. Здесь сумочка. Сумочка такая идет. Для мобильника, наверное. Не знаю. Мне, конечно, эта сумочка. Ни к чему. Я всегда с большой сумочкой хожу. Ну, такое для дома. Это ткань. Это не хлопок. Это, скорее всего, вискоза. Да. Вот написано. Сто процентов. Райан. Райан. Это вискоза. Она очень хорошо в жару. Это такой гигроскопичный, так сказать, материал. Который хорошо дышит. Пропускает воздух. Это материал не натуральный вискоза. Это материал искусственный. Но в жару он тоже неплохо. Ну, и он меньше линяет, чем катон. Ну, захотелось мне такого яркого. Потому что катоновые вещи в основном предпочтительнее. Вот девушки-индианки для каждодневной носки. Катоновые предпочитают не яркое. Таких бледных цветов. Знаете, как ночнушки вот у нас. Потому что оно линяет очень сильно. Вот это всё яркое. И всё. И это такой простенький. Это коротенькое, чуть ниже колено. Без рукавов. Но рукава у нас отдельно всегда. Я, наверное, пришью себе рукава. И посмотрю. Я потом всё постираю, когда и по мере того, вот я вам покажу. Покажусь. Покажусь. Вот видите, рукава в боковой шов вшиты отдельно. И их сюда пришивают. Это можно даже сразу в магазине. Я сама пришью. Вот такой вот. Ниже колена чуть. Это можно и под джинсы, кстати, и на улицу. И даже и под кроссовки. У меня такие кроссовки ещё с красной подошвой. Так что мне подойдёт. И под кепку. Нормально будет. Ничего. Индийцам всё равно, как ты один. У тебя по цвету, не по цвету. И вообще всего. Особенно вот в каждодневной такой жизни. Ну, в жизни. Видите, муха летает. Джилен у меня вот без этого пикеля. Он сейчас кушать не садится. Он его просто обожает. И когда был маленький, то он острый у меня не ел. Я ему отдельно готовила всегда. Здесь вообще детям отдельно не готовят. Едят дети обычно то, что взрослые. Ну, блюда, конечно же, не все острые у нас. Не все острые. Может быть, немного и поменьше специи кладут. Но, в принципе, в основном дети едят с общего стола. Дети едят. Я помню, у нас тоже был как-то. Дживен маленький был. Мы к тёте приехали. Бабушка кушала, сидела. Она минкари ела. И он ходит вокруг, смотрит. Года два ему было. И бабушка ему руками этот шарик залепила в рот ему этот спайси. Он как начал плакать там. Ну, что? Ну, видите, у них это так. Ребёнок ходит автоматически ему. И вы знаете, я скажу вам, постепенно-постепенно он всё равно у меня перешёл на индийскую кухню. Сейчас даже супы не хочет. Я вон себе сейчас овощной супчик хочу сварить из цветной капусты. И я знаю, что он его есть не будет. Не ест он супы. Единственное, которое я суп варила из креветок. То есть, даже не из креветок. Из креветок я делаю карри. А суп делаю из головы креветочной остаются. Ну, и там пару, 3-4 креветки я уже в этот суп кидаю для Дживина конкретно. И из этих голов креветочных. Потому что жалко выкидывать. И я вот так сама придумала такой суп варить. Вроде как обычный суп, но из креветочных голов. И в конце добавляю кокосовое молоко. И ему так этот суп понравился. Он сказал, что мама, это единственный вкусный суп, который ты варила. Раньше с удовольствием ел и суп из цветной капусты, и борщ. Он с удовольствием ел. Мама нарадоваться не могла, что это сынок, такое полезное у меня всё ест. И про Пикль хотела рассказать. Мы как-то пришли в гости. Тоже было года 2, наверное, сыну. Мы пришли в гости к друзьям. У них ребёнок был, наверное, на полгода младше. Где-то полтора годика было. И он обжал этот очар. А, они нас угостили чипсами какими-то. Эти чипсы были острые. И этот ребёнок полторалетний, он их ел. Нет, девочки, я, наверное, вру. Наверное, не полтора года. Полтора года чипсы не ел бы. Наверное, было где-то около трёх, наверное. Но я помню, что Дживин в школу ещё не ходил. А в школу он с четырёх ходил. Ещё до школы это было. Не полтора, вот видите, вру. Наверное, где-то три ему было. Ну, давайте пусть Дживину было три с половиной. А тому мальчику пусть три было. И вот его родители говорят, что они этот пик прячут в еду. Что он тоже без него не хочет ничего есть. Этот маленький ребёнок, говорит, он прямо запах слышит. Говорит, почему вы себе положили, а мне нет. Ну, детям же вредно. Это тоже очень сильно перчёный. И помню, у меня тогда Дживин говорит, я, говорит, такое никогда есть не буду. Сейчас без этого и не садится есть, если пик прячут. Ну, нравится ему очень. Очень нравится ему этот пик прячут. И вы знаете, как-то я даже сама не смогла понять этот период, когда он перешёл чисто на индийскую еду. Ел же с детства и ложкой, и вилкой. И в основном наша еда ему больше нравилась. Индийская он что ел? У меня всегда проблема была, когда в гости куда-то едем, всегда проблема была его накормить, потому что он острое есть не хотел. Единственное, что в ресторане мы, конечно, могли заказать всегда масала-дошу. Ну, мы как бы знаем, бывает такое, что масала острая, но можно без масалы поесть, без этого чатни можно поесть эту удосу. Либо же фрайдрайс. Это рис с овощами, чикен фрайдрайс. Там рис идёт ещё с курочкой и с омлетиком. Вкусное, очень блюдо полезное. Я когда-то его тоже показывала, и я ему в школу такое готовлю. Такое вкусное и полезное блюдо. А так он ел только нашу еду, только вилкой, только ложкой. Не дай Боже, там у него где-то крошка сбоку упадёт на стол. Ляпнет что-то, пока я не вытру, он прям есть не хочет. Надо убрать, такой аккуратный был. А сейчас нет, сейчас он только руками. Когда он таким стал, я не знаю когда. Вот так постепенно в школу пошёл. И там же дети едят, всё из дома берут. И вот так вот смотрят, что другие едят. Наверное, я не знаю, может они его еду пробовали, говорили, фу, как ты можешь такое есть. Но вот так постепенно, постепенно он теперь только индийское, только острое. Он даже вот просто яйца варёные, жареные. Нет, ему надо, чтобы там чили было. Либо же приправа какая-то. Это перри-перри приправа в яйца он любит. В эту картошку тоже. Ну да, картошку жареную может поесть не острую. Наверное, единственное, что... Ещё, слава богу, молочные каши любят. И гречку с молоком может, и манка ему нравится. Но иногда тоже. Это не каждое утро, не каждый день. Утром ему на завтрак он по-индийски тоже не хочет. Почему-то какой-то карри с чпати или с путы он не хочет. Ему нравятся бутерброды с яйцами. Вот такие вот дела. И когда он начал это всё индийское, я даже не знаю. Как-то постепенно, постепенно, постепенно. Потому что я тоже переживала, как он будет здесь жить, если он не хочет есть эту еду. Потому что это надо есть эту еду. Кстати, мой школьник пришёл. Школьник, как дела? Что, записываешь? Да, я записываю. Зайдёшь поздороваться? Школьник. Привет. Это я показывала, что мы купили. А это я буду суп овощной варить. Не переживай, тебе есть курица. Тебе есть курица. Иди, значит, переодевайся, купайся. То есть сперва купайся, а потом переодевайся. Как дела в школе? Нормально. Нормально? Ну, слава богу, что нормально. А опоздал сегодня? Опоздал? Нет. Нет, успел. Ну, не заставили там стоять? Нет. Что-то собирался долго сегодня утром, я не знаю. Проснулся рано, как обычно, но долго собирался. Всё, давай, иди купайся, я уже заканчиваю. Хорошо, что ты пришёл, поздоровался тоже. Потому что я хотела раньше записать, но тут у девочек в интернате было собрание, они шумели. И я тоже не могу, потому что слышно будет. У нас здесь очень громкие соседи, интернат женский. Ну, что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем прекрасного настроения, улыбок, только всего самого-самого наилучшего. Берегите себя и друг друга, друзья. Спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Всем пока-пока и до новых встреч!